В последние годы он входит в десятку самых опасных городов страны с высоким уровнем преступности. Активное пользование жителями города автомобилем привело к тому, что все больше людей стали переезжать за город. Недвижимость в этих местах стала стоить дешевле, и так как из города уехали в основном платежеспособные люди, Детройт столкнулся с финансовыми трудностями. Остались в основном жители, еле сводящие концы с концами. Так как во многих городских районах начала процветать бедность, вместе с ней начала процветать и преступность. Наличие автомобиля давало больше возможностей, и кто-то перестал видеть смысл проживания в одном месте, в центре Детройта. Уже к 2013 году около четверти населения было без работы, а треть населения оказалась за чертой бедности. Многие здания города стремительно пустели, в результате чего в городе появилось много заброшек. У местных в 80-е была своя забава на Хэллоуин сжигать заброшенные дома. Так за одну ночь могло гореть по 800 зданий.